Приветствую всех стратегических жевжиков и им сочувствующих, наверное. Вы слышите императора Алексиса VI Клапсуризму, который ведет Византийскую империю к процветанию. Правда, тут и варвары нам мешают, и, судя по всему, скоро начнут мешать индонезийцы. В любом случае, спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, я хотел проиграть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В восьми клетках. Это лошадь, ну-ка. Да, плюс десять получил, отлично. Эта фигня работает, только нам надо, чтобы они подбирались поближе к нам отверстия этой лошади. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А нет, тоже, если он убьется от меня, тоже получу веру. Слушайте, ну это, кстати, это я очень неплохо взял пантеон, пока получается. Так. Давайте железо. Ну и... Наверное, все-таки давайте стрельбу из лука тогда сначала откроем, потому что... Как-то иначе, если нападет Индонезия, я не смогу, не успею апнуть прачников в лучников. Так, давайте пока... Блин, я даже не знаю, мне бы, конечно, вот сюда... Ага, Раннюю Империю открыл. Мне надо теперь поселов, как минимум одного посела построить. Плюс пять против варваров. Блин, может еще и на... Ну, кавалерийское... Кавалерийское даже еще не открыл. Но это я пока не могу ничего использовать, потому что у меня просто нету... Не открыта политическая философия. Там только... Вот это, кстати, мне кажется странно. Я считаю, что лучше бы они сделали, что эти золотые карточки ты просто в любой слот можешь вставлять. Вот это более правильно было бы. То есть ты занимаешь слот, ну, хотя бы в любой слот, а тут получается... Я не представляю, например, как можно выйти в политическую философию. Ну, может, только если какие-то очень культурные цивилизации. Так, вот теперь вопрос, конечно, с губернатором. Брать ли мне Виктора или все-таки Пенгалу и попробовать? Ну, Мокшу точно не особо. Как бы мне религиозное влияние... Нафиг надо, честно говоря. Тут вопрос. Либо Виктора, чтобы отбиваться от Индонезии, либо Пенгалу, чтобы науку и культуру получать. Давайте я рискну и возьму Пенгалу пока. Конечно, плюс 5 к боевой мощи. Ладно, давайте Пенгалу. Так, и здесь после Амбара давайте Поселенца. Ну, тут минус 1, это не страшно, на самом деле. Тут минус 1 не дает никаких штрафов. Так что это можно... Можно работать, так сказать. Так, давайте, может, тут... Ага, нет, надо все-таки вырасти. Один ход и... А вот тут можно с еды как раз убрать, потому что... Жилья не хватит. Ну, следующим ходом, правда, жилье появится, но... Поздновато будет. Кто там? Бар. И, значит, я поставил посело. Ну, мне надо, несомненно, вот сюда город ставить. Вопрос, конечно... То есть вот сюда, и тогда этот город уже не сюда, где-то тут на реке будет. Но я не знаю, я не буду, наверное, распишите. Почему сюда? Потому что Индонезия тогда рядом будет. Вот сюда точно надо ставить. И это будет место, с которым мы будем, собственно, грозить шведу АК Индонезии. Интересно, я вроде... Да, кстати, в новую эпоху мы вышли. Перебрал ли я очков для новой эпохи? Ну, вроде как да. Там было на 20, а у меня 25. Я этим ходом что-нибудь набирал, этим ходом? Античность. Ничего не набирал. То есть у меня, по идее, должна лояльность сейчас какая-то дополнительная давить на кого-то. Кстати, а остальные куда вышли? Тоже все в золотой. Ну, тут как бы компьютеру в первых техах не выйти в... В первых эпохах не выйти в золотой. Это надо очень постараться. Так, там мы с жилья убрали. Так, тут я решил скаутом лучше забирать, да? Угу. Ну, наверное, давайте потихоньку сюда пойдем. Посмотрю, сюда прыгну и потом, наверное, уже дуболобом вниз пойду. Так, вопрос. Самый главный. Будет ли нам объявлять войну Индонезия? Так, я, знаете, все-таки тут пока постою. 324. Так, могу ли я убить... А, вот эту лошадь смогу убить. Не убьет ли мне он тогда прачника? Да не, не должен. Блин, у него тут апгрейд. Может, лошадь сама убьется? Я бы прачника лучше апнул пока. Мне прям так уж вера не нужна. Кстати, а сколько мне надо веры, чтобы купить... А, я карточку еще не поставил. Блин, я забываю, что теперь карточку надо ставить, чтобы это срабатывало. Ну, покупки за веру. То есть вот в данном случае монументальность. А что у нас тут еще есть? Вот государство Мандала. Ну, у нас чуда нету. Терять две лояльности за ход? Ну, не особо. Центр коммерт тоже не работает у меня. Поврежденные юниты восстанавливают. Ну, пока все-таки, наверное, монументальность мне выгоднее. Так, значит, нам нужно счастье. А именно, чаек обработаем, очевидно. Все еще, может, этот конь сам от нас убьется. Будем надеяться. Так, вот этого надо будет добивать. Этот решил не убивать. Ну, ладно, сейчас выйдем. А, нет, убился. Да, десять веры. Блин, и убился об индонезийце, к сожалению. Так, ну, тогда апаем прачников. Одного, к сожалению. Блин, я и забыл, что оно подорожало все. Так, Константинополь. После амбара растет. Один ход. Если мы так делаем, один ход все равно. Ну, и быстрее больше уже нигде не сделать, да? Да, значит, пока оставляем. Что в Тарпезунде? Ну, тут пока все как есть. О, добавится вино. Сейчас мы пойдем как раз этим рабочим вино обрабатывать. Отлично. Ну, давай, что я хочу? Даже не знаю. Ну, давай реликвию. Кстати, тоже неплохо. Я сразу пингалу в ценителя ап. Но он пока не работает, потому что еще три хода будет садиться. Ну, и, наконец-то, по холмам перемещение прокачаю. Знаете, еще даже сюда подойду. Я, наверное, вот так пройду. Так, тут стоим, лечимся. Стрельбу из лука открыл. Дальше колесо. Нам надо водяную мельницу построить. Потом, наверное... Или сначала каменный... Давайте каменную кладку. Нам стены важнее. Потом так. Так. Мечник мне не особо нужен. Ну, если я построил стены, то мне... То есть, мне сначала... Я не могу прям напасть на Индонезию. Сейчас надо от нее отбиться. А чтобы... Ух ты! Блин, мне тут город не встанет. Твоя... Какая какашка индонезийская. Ну, вы посмотрите. Нет, ну, вы посмотрите просто. Ну, теперь надо все-таки сюда ставить город. Тварина какая. Так, как раз объединим. Пойду сюда ставить город. Что поделать? Вот же ж, блин. Это я не ожидал, что он прям пойдет вот туда ставить. А, на. Что он туда пойдет сейчас город ставить. Да. Жаль. Конечно, вот это место лучше было. Ну, это тоже, в принципе, ничего. Сейчас еще надо подумать. Может, мне сюда выше поставить? Ну, а пока буду идти, я подумаю. Потому что тут сразу лошади будут. Эти все равно достану я. Все. А, и место одинаковое. Что тут пресная вода, что тут пресная вода. Там, правда, пустыни получается больше. Блин, тут еще варвары появились. Ладно, тогда туда пока не пойду. Вот отсюда сейчас варвары, если будут нападать, не очень приятно. Так, ну давайте еще посила. Мне надо расселяться. Блин, мне бы тут посмотреть, что... То есть, мне надо как-то так вот вокруг Индонезии, а потом хренаксы нападать. Так, здесь мы идем, наверное... Нет, все-таки сейчас политическую философию надо открыть. Атака с фланга. Блин, мне и военную традицию надо открыть. Интересно, а в эту тагму... Ну, если тагма заменяет рыцарей, то, по идее, может же в них апаться? Ну, хотя сейчас они сделали, что в шестой циве в уникальные юниты ничего не апается. Так, это, наверное, мне ничего не надо пока. Давайте, конечно, гляну. Но я думаю, что ничего... Замещает рыцарей. Улучшить до... А, да, от тяжелой колесницы. Отлично, слушайте. Ну, мне, значит, надо тяжелые колесницы построить будет. Настроить. Блин, ну тварь. Индонезийская. Вообще, меня Индонезия раздражает. Давайте, наверное, подходить уже. В следующем ходу мы, по идее, должны этот лагерь забрать. Да, мне надо будет колесницы строить. Этого посела я сюда поведу. Ну, и мне надо еще вообще посмотреть, что тут. Блин, может мне подойти? Блин. Просто если меня объявит войну Индонезии, то этому прачнику тогда хана будет, если я дальше пойду. У нас никакого дружбы не может быть. Хорошо. А делегацию? Ну, вообще, помните, в прошлой игре за Шотландию у меня даже просто хорошие были отношения с Австралией, но он отказывался. У него было дружелюбие. Дружелюбие. Он отказывался все равно дружбу принимать, и в итоге... Блин, мисклик, да господи! Отказывался дружбу принимать, а потом мне все равно войну объявил. Так, я надеюсь, что этот лагерь сейчас Индонезия не заберет. Блин, видишь, вот эти вот... Вот эти... Хождения вокруг... Он сам у меня убился. Отлично. Правда, вот тут я не получил веру, потому что это дальше, чем 8 клеток. Так. А вот сейчас, кстати, можно подумать о том, чтобы Виктора взять. Давайте, сейчас я заберу лагерь. Так, пострелить я не смогу. Нет, давайте я не буду пока атаковать. Слушай, отвали. Отвали. Так, трапезунт, отличненько. Да, тут все на производство надо. Константинополь на рост стоит. И я каменную кладку открыл. А есть... Как далеко у нас тут на... Уж сказать, наверное, в военной подготовке... Нет, в оборонительной тактике, да. 100% для оборонительных зданий. Нет, древние стены надо построить. Древние стены. Несомненно, вот в трапезунде стопудово надо. Просто стопудово. И апнем этого прачника, пожалуй. Может, мне отойти куда-нибудь на холм? Как бы тут его очень легко бить можно. Хотя, наверное, вот наоборот, вот так сделаем. Этим на холм. Этим сюда апнем. Тут обработаем апельсинки. Так. Что у нас в трапезунде с священным местом? Можно тут ставить. Можно тут. Ну, тут, например, дамбу, например, да? Если тут дамбу, а тут акведук. Да, ну, у нас еще тут город. Блин, мне надо еще тут посмотреть, что... Ну, кстати, вот тут ниже, я так понимаю, как раз нету никакой лояльности. И, кстати, у Индонезии не так много... Блин, 75 науки, 36-й ход. Господи, Корея. Хорошо, что он не рядом со мной. 75 науки. Просто... Просто до свидания. Просто трындец. Блин, тут не пройти. Ладно, пойдем туда смотреть. Уходи, скаут. Ну, тут, кстати, да, если он атакует... Ой, блин. Если он атакует, это значит, что этот скаут без лагеря. Так, ну... Отойду сюда, наверное. Давайте подумаем. Не всегда, конечно, требуется думать, но в данном случае я бы подумал. Наверное, я бы хотел здесь священное место. Причем оно не будет затапливаться, потому что это не на пойме. Тогда, возможно... Ну, акведук. Если мы здесь или здесь, то акведук надо тут ставить. Тут тоже холм. Поэтому вот сюда, наверное, акведук. Вопрос, куда из этих двух клеток дамбу, потому что это зависит от того, где вот этот город. Буду ли я сюда город ставить? Если я буду сюда город ставить, то, конечно, дамбу сюда надо. Ну и, соответственно... Если от этого города, то, наверное, еще сюда, кведук. И, соответственно, вот здесь две промышленных зоны получаются у нас на будущее. Так? Так. Здесь, наверное, коммерческий райончик. Знаете, что выглядит, как вот сюда кампус? Сюда правительственную. До сих пор одинаковые иконки для правительственной и дипломатической площадей. Ну и сюда... Блин, жалко. Ну, я, конечно, акведук могу сюда поставить. Если я ставлю тут акведук, тогда здесь... Да, слушайте, а давайте мы тогда коммерческую вот сюда поставим. Коммерческую сюда. И здесь, значит, акведук. А здесь промышленная зона получается. Это будет тут на промышленной зону на плюс семь, что ли? Каменоломня два. Железо один. А, нет, один от каменоломни. Это уголов плюс два. Один от стратегического ресурса. Значит, это плюс два. Плюс три это с правительственной. Плюс четыре с акведуком. У меня каменоломник эти придется... Ладно, пока так, предварительно. Что тут? Сижу, что-то высчитаю. У меня еще дожить до правительственной площади. Так, тут мы стоим, ждем. Когда вот эти кони прибегут, мне веру принесут. Ну, что, тогда давайте это вырубим. Нет, вообще, давайте вот это вырубим. Я куплю эту клетку. Так, теперь вопрос, надо ли мне пингалу на науку качнуть, или все-таки лучше Виктора взять? Я бы взял Виктора, потому что мне больше нужна культура. На культуру я уже качнул пингалу, так? А Виктор никогда не помешает. Мало ли. Блин, тут закрыто. Так, ну, наверное, пойдем потихоньку сюда. Я понимаю, что там варвары, но... Что поделать? Блин, 70... Мы явно в следующую эпоху быстрее, чем за 30 ходов вылетим. Вот и тяжелая колесница. Знаете что? Мне надо после политической философии очевидно военную традицию поставить карточку и тяжелых колесниц наклепать. Так, ну где эти кони, которые тут изображали страшный ТГДМ? Не знаю, мне что-то хочется все-таки здесь поставить больше город, чем здесь. То есть тут с Араратом проблемы будут, а вот здесь вряд ли. Давайте я гляну. Так, значит, тут мы выкупаем клетку и вырубаем. Теперь после... Стен священное место. Я вот думаю... Нужен ли мне миссионер для распространения? Так, ну в любом случае мы сюда пойдем. Пока. к Трапезунду. А вот где я этот город буду ставить? Сюда дальше или вот сюда прямо? Я еще подумаю. Так, сколько у нас стоит сейчас поселенец? А, блин, я все еще карточку... Блин, забываю постоянно. Надо ли мне еще поселенцев? Или... Ну вообще четыре... Давайте еще построим, блин. Мне еще... Я просто хочу вот... Переключиться на войну, на военный вид. И вот, то есть, три хода. Политическая философия, военная традиция. Через три хода я смогу фигачить... Да, тут все правильно стоит. Смогу фигачить тяжелые колесницы, которые потом... Так, хорошо. Если я хочу в Тазму... Ага, мне надо два храма по Любасу. Так. Чудо Света я не смогу. Слушайте, мне надо политическое военное, военная традиция. Конечно, игры и развлечения, а потом тупо фигарить. И мне, собственно, надо мистицизм. Драму и поэзию я не смогу ускорить. Нет, у Чудо Света теология ускорена. Два храма я тоже построю. Ну, после теологии. Собственно, сразу. И я выйду в Тагму. Тазма. Тагма. Так, хорошо. И тогда добрый вечер, Индонезия. Мне кажется, до Тагмы наземные юниты в пределах одной клетки плюс четыре к боевой мощи. Ну, это как Лионера будет, на самом деле. Если у меня будет их несколько Тагм, они вместе прутся, это будет трындец. Более того, я убиваю юниты Индонезии. Соответственно, обращаются города... Кстати, у Индонезии нету религии, так, на всякий случай. Отлично, нету. Последняя религия. Если она не примет религию, это еще проще будет. Обращаются в мою религию, когда я убиваю его юниты, и я в них получаю плюс десять. Никакого сопротивления лошадкам и снос. Катя, очень хорошо, что Индонезия получается. Избегая мелких островов. Чувиха, тут... Тут карта, тут просто нету мел... Тут мелкие моря, я бы так сказал, а не мелкие острова. Так. Хм. Сейчас я подумаю, что мне лучше взять в данном случае. Ну, у меня из районов только... получается... О, там даже еще янтарь. Кстати, хорошо, что я сюда остановлюсь. Из районов только священные места, так? А куда делись лошади отсюда? Я прям даже скучаю по ним. Так хотелось. Может пройти пока? Ну, смотрите, куда-то Индонезия делась. Давайте я немножко пройду сюда лучниками, хоть таким образом открою территорию, пока у меня скаут раненый. О, там уже мечники. Хорошо, что он не ко мне идет. Но у меня нет смысла убивать эти юниты, пока я тут священное место не построю. Кстати, очень в тему получается этот пантеон. Очень правильно я его взял. так, что теперь обрабатывать? Ну, тут прям вот из ресурсов чисто необходимых мне даже ничего и нету. Один заряд может пойти к этому шоколаду. Хотя вот еще лошадь. Надо, знаете, что, надо посмотреть, куда... А, давайте постою. Надо посмотреть, куда я этого поселенца поведу. У меня уже сомнение, что мне надо сюда его ставить. Тут, в принципе, конечно, неплохое место, но город практически без наземных клеток. А мне явно в сторону Индонезии надо как-то... Отбегал караванчик. Ну, я бы, наверное, уже из этого города его отправлял. Давайте один ход подождем, пока я город не поставлю. И мне еще очень важно в Золотой Век выйти тут. То есть мне надо строительство и ипподром обязательно. Просто обязательно. Так, значит, тут ставим на кавалерийские юниты уже. Но мне сейчас против варваров, мне кажется, не надо. Поставили. Поселенцев пока тоже оставляем. Так, и поехали. А что у нас со строительством? Еще водяная мельница. это, ну, это мы не скоро ускорим, поэтому давайте мистицизм. То есть семь ходов. Что, я лучше мистицизм открою. Так, давайте смотреть, что тут. Ага, вот лошадь. Ой, блин. А что мне не лечится скаут никак? Что за фигня? Блин, я бы куда-нибудь сюда вел на самом деле посела. Тут как-то не прикольно, а тут вроде выглядит ничего так место. но я сейчас хрен сюда прорвусь с другой стороны. Я не хочу сейчас варвары убивать, пока нету священного места. может тогда сюда? Вот тут-то тоже место хорошее. Оно, конечно, не рядом с Индонезией, но у меня прям уже как бы я и так уже, ну... Так, ладно, давайте этот город пока поставим. Начнем со строителя. Да, еда производства. Тут возвращаемся. Так, хорошо, перекидываем караванчик. Блин, даже не знаю. Ну, наверное, все-таки сюда пойду. Вот это слишком близко и на риск тому же. Здесь вот хорошо встанет. Здесь никого нету рядом, тут никто не будет пытаться меня убить. Кстати, можно даже не здесь, а вот здесь поставить. Потому что тогда два камня еще мы достанем. Овцы все равно будут... Да, слушайте, давайте сюда. Мне вот это место вполне выглядит приятно. Долго идти, сейчас будем сколько ходов? 7, 8, 9. Ну, что поделать? Тут мы будем дольше этих варваров мочить, пока туда доберемся. Ладно, ладно, понятно. Трапезунт, Константинополь, Никея. Кстати, это такие большие города. Может ли... Ну, тут вообще зона... Нет. У лучников нету зоны контроля. Вообще-то вот этот скаут может моего рабочего захватить. Поэтому надо уходить. Ну, да, давайте, наверное, к шоколаду поведем. Так, потихоньку. А что, тут ему стоять уже нету смысла. Так, мечник ко мне прется, естественно. Так, не знаю, давайте... Тут вот, зона контроля, да, тут я не могу пройти. Не знаю, тут варвары не дают, конечно, влезть никак. А, это я на другом континенте даже поставил. Даже континенты не посмотрел. Нуна и Америка. Так, кстати, шоколад только здесь. Получается, янтарь. Кстати, Никея очень хорошо встала. Никея очень хорошо встала на другом континенте с другими ресурсами, получается. Так, верховую езду открываем. Но мне надо естественно будет тяжелую коваль. Давайте в Константинополе вот прям сразу поставлю эти тяжелые колесницы в очередь, чтобы я больше ни на что не отвлекался. А мечников я не открыл. А надо ли мне мечников? А, блин, еще водяную мельницу надо построить. Хорошо, может, я туда в Трапезунде построю, а там тяжелые колесницы буду. Просто в Трапезунде она хотя бы на этот рис будет пока влиять. А в Константинополе она ни на что не влияет. Ладно, еще подумаю. Ну, давайте я тут пока постою. Тут у нас вон посел идет. По дороге его подхватим дуболомом. Ну, я уже Индонезию не боюсь, честно говоря. Так, вот тут мне надо лучниками отступить, конечно. Давайте-ка мы этим скаутом сюда пойдем. Этого лучника сюда. Этого лучника сюда. Я просто хочу, чтобы они подошли ближе. Я могу их только вот с этих клеток убивать, чтобы Веру получать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, вот тут я могу их убивать, чтобы у Вера была. Блин, восемь ходов священное место. Что-то долго. А что так долго-то? Ладно, тут мы к шоколаду идем. Тут мы возвращаемся. Тут мы отправляем Константинополь. Абос? Абос? Вместе с Ломоносовым каким-то местным. Очевидно. Так, лучника чуть позже апнем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, да, вот отсюда он может проатаковать лучника, он его не убьет, но да, тут мы Веру получим. А, странно, что могу пройти? Атак? Атак уже не могу, да. Вот же ж, ладно, пошли сюда. Так, вот тут правительственная площадь очень хорошая будет. Вы знаете, что еще надо сразу подумать? Наверное, про про ипподром. А ипподром скорее всего надо здесь ставить. А здесь театралочку тогда. поэтому мне Константинополь надо растить, кстати. То есть мне надо высокие города, иначе тут мало что построится. Причем мне даже театралка важнее, чем кампус получается. С другой стороны, у меня довольно быстро должна эта тагма открыться. А, на это последний будет последний будет посел. Два довольства. Блин, может мне переключить вино с Трапезунда? Оно только одно производство дает. Мне бы в Трапезунде что-нибудь на производство. Тут только здесь. Это далековато. Это я не выкуплю. Ну, то есть мне жалко денег на выкуп. Вот эта клетка на первое производство. Да, 35. Ну, просто одно производство. Тут в Трапезунде и так есть, где одно производство. А Константинополь как раз еда нужна, чтобы вырасти. Поэтому давайте мы так сделаем. Залочим. 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 В Трапезунде есть клетки и без... Так на производство. А, 9 ходов стало. Блин. Ну, ладно. Мне важнее Константинополь, чтобы рос, потому что там еще и этот сидит. Я понимаю, там я поселов делал, но это последний посел будет. Блин, я думал, они на меня нападут. так, теперь мы поселенцев убираем. Стоп, а что я не принял? Вот я дебил. Два хода потерял, не принял правительство. Я просто решил подумать, какое правительство и забыл об этом. Ну, видимо, все-таки олигархию, потому что я воюю, опыт юнитам круче, а античная республика у меня из районов только священные места, а мне дополнительные очки пророка нафиг не нужны. Так, кавалерию оставляем, теперь ставим монументальность, у меня есть вера, чтобы что-то купить. Что тут еще? Это не работает, это не работает, это возможно в будущем, но сейчас это не надо и религиозных юнитов не надо, монументальность. Так, здесь плюс два влияния и поселенцев убираем, что поставим? Строителей или просто производство? А где-то строителей строю? Нет, только в одном городе, вот так давайте, потому что мне важнее... А, ну поселенцы я дострою один ход, мне важнее вот священное место например, построить, так, какую клетку будет город добавлять вот эту, как раз шоколад через семь ходов. Апнуть, не апнуть лучника, вот этого прачника, имею ввиду в лучника. Блин, вот этих лошадей сейчас убьет, к сожалению, Индонезия. а я не хочу их убивать, потому что тогда я бы хотел, чтобы этот конь перерубился об моего лучника. Так, у меня вопрос по городам, может ли тут, в принципе, Индонезия может где-то тут бахнуть город. так, 9 ходов до конца, 9 очков требуется. Блин, но мне как-то срочно нужен ипподром, а я не успею его построить. Никак. То есть, я начинаю первое, строительство открывать, и предположим, я начинаю сейчас игры и развлечения. Три хода, строительство, пять ходов, водяная мельница, ну, предположим, я здесь водяную мельницу бахну, три хода. Да, я в темный век сейчас упаду. Ну, то есть, 4 очка за район я мог бы получить, а больше я даже не вижу, где я. Ну, предположим, мечника могу открыть, но это мне сейчас надо открывать. Всадника могу построить, еще одну очку. А, ну, слушайте, если там дают, давайте глянем. Ну, вот, смотрите, 1 балл эпохи за каждую исследованную технологию или социальный институт, а также 1 балл эпохи за каждое продвижение военных юнитов по службе, кроме самого первого продвижения. то есть, то есть, вот олигархия как раз. Мне надо все-таки убивать. Мне надо все-таки убивать юниты. Блин. Надо было убить. Ну, если что, прокачивать, я же олигархию взял. Так, хорошо, что мы можем быстро открыть? Здесь мы ничего не можем быстро, чтобы очки получить. а вот тут, пожалуй, мореходство, письменность. Это уже 2 очка. Ну, и можем деньги. То есть, я за это время... Это вот 3 очка, пожалуйста, как минимум. Нормально. Так, ну, игры и развлечения тогда не стоит трогать. Я их не смогу ускорить. Пойдем в теологию. Вот еще 4 очка, так? Это уже 4 очка, будет 46. И 4... Ну, блин, я не успеваю, ипподром. Нет, значит, тогда надо просто игры и развлечения открывать без ускорения и ипподром строить. Я думаю, его я как раз успею построить. Вы знаете, тогда этим строителем мы сюда пойдем, чтобы вырубить лес здесь тропический, иначе можем не успеть. Да, тогда мы выходим. Кстати, в золотой век. пока иду прачником, пока очень неохота, честно говоря, тратить 30 золотых на апгрейд этого юнита. не буду врать. Очень-очень жалко. Так, трапезунт у нас больше не растет. Тут чисто производство. Никея растет, производство и еда. Константинополь следующим ходом потеряет жителя. Блин, мне аж надо... А, нет, у меня 4 жителя, нормально, мне хватит на ипподром. Так. Да, получили очку. Хм, а где ж мне это вот тогда город ставить? Но я здесь не хочу. тут юнит какой-то есть. Что вот это? То есть иконка здесь на этой клетке, а сам юнит здесь. Нормальненько. Так, стоим. Пойду сюда смотреть. Я бы, наверное, вот этого уже поселенца куда-то действительно сюда повел. Тут вроде разобрались с варварами, к сожалению. Много веры не получилось собрать. Так, Константинополь. Да, все правильно. Угу. Отлично. Пока стоим. Это вот сюда. А, слушайте, так у меня поселенец быстрее бегает, если он не защищенную монументальность поставил. Но я пойду на всякий случай дуболом, но я, по идее, этот поселенец быстрее добежит. Смотрите, три, четыре и на пятый ход ставится. А дуболом сюда, а, тоже на пятый ход. Странно, ну ладно. странно, но ладно. Ну что ж, остаюсь пока тут. Жалко, все еще денег апгрейдится. Туда идет посел и сюда идет посел. Ну тут хорошее место, но я тут всегда могу поставить. Мне надо как бы ближе к Индонезии. Вот тут если бы было какое-нибудь место, ну то есть мне еще пониже, что ли. Вот тут не очень мне нравится. Дайте даже уберу, наверное. Пока вот так сделаем. Попаданный неизвестный игрок убился от меня. Очень хорошо. Так, письменность это еще очки. Три хода. Семь. То есть мне за четыре хода надо будет построить ипподром. я думаю успею. Я думаю, что успею. Так, и пошла тяжелая колесница уже у нас по кочкам. О, еще тут у нас парень. Блин. Ну, безумие, что я сюда встану, что сюда одинаково. Ну, отсюда, правда, ему... Нет, давайте сюда встану. Просто если я сюда, этот парень может захватить. Вот видите, тут на две клетки он походил, а я только на одну ходил. Но я все равно сюда пойду. На всякий пожарный. Так, насобирал послов. Давайте-ка глянем на города. О, ведет уже куда-то посело, блин. Ведет посело. Знаете, я вот тут встану. Куда он может его поставить? Ну, скорее всего, где-то тут будет вставить. Видишь, он может вниз куда-нибудь ведет. Ну-ка, вообще, городов уже у Кореи четыре, у Индонезии четыре, да. Вот, что, что, компьютер еще и города не любит расставлять. У него на божестве сразу, ну, грубо говоря, три поселенца сразу есть на первый же ход. У меня сейчас будет четыре города уже. Я, конечно, понимаю, что он армию устроил, но... Слушайте, а может мне объявить войну Индонезии и воевать уже. Ну, что, у него дуболомы, господи, у нее. Я сейчас веры тут насобираю безмерно. Да, блин, что тут везде мешаешься? Такими армиями города не берутся мои. Не знаю, надо подумать, кстати, может реально войну объявить ему? Ей! Это что, все ему да ему. Так, тут вроде никого. О! Так, ну, наверное, надо будет либо тут, либо тут вставить. Я на всякий случай медленно буду подходить. Можно мне эту линзу убрать? Отлично. Ведь следующим ходом тут вставлю город. Все равно дуболомом сюда иду. Слушайте, давайте сюда глянем, что там может быть. Почему так-то? я хочу... Почему у меня компьютер предлагает... Да. Ладно, понятно. Нормально. Вот один ход, да? То есть, вот сюда просто компьютер предлагает либо так пойти, либо... поиск пути не самая сильная черта. тут мы ждем открытия сначала ипподрома. Более того, мы тут сейчас построим колесницу и отложим один ход производства. Так, тут опять же стоим, ждем. Так, 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 например, такое что-то непреодолимое желание Индонезии войну объявлять. Ну, сила 335 и все явно вот в этих дуболомах. Давайте апну. Уже чтобы быть уверенным. Так, значит, у нас деньги три хода это одно очко, игры и развлечения еще одно очко, два очка. Будет 46 50. Блин, еще какого-то одного очка не хватает, что ли? А, подождите, семь ходов, шесть. А, надо будет всадника еще построить, и это одно очко, да, всадники открыты. как раз после ипподрома можно будет всадников заделать. Так, стою здесь, чтобы мешаться по силу. Какого-то пошел вниз. Наемники продвинутые. Так, ну что, ставим тут. котет тоже, по-моему, одну очко даст. Нет, не дает. Тут у нас строителя. Ну, тут две овцы, тут прям город будет как на дрожжах расти, я думаю. Так, тут пропускаем. Тут подходим, смотрим. наверное, тут все-таки поставлю город. прям вот сюда. Компьютер предлагает на виноград, но вы же понимаете, что это вообще будет без жилья. Тут хоть какое-то жилье. Так, на этом мы расселение закончили. И время для нападения. еще и наемники ускорены, да. Ну, прям, ну, серьезно, что откладывать-то? у меня 31 против 27. Например, лучники тоже сильные. Я куча следующим ходом войну объявлю. Не, ну, а че? Ну, рабочего можно захватить. я вообще не вижу причин не воевать. Что у нас? А, тут все еще кавалерия. Ну, там еще всадника надо будет легкую кавалерию сделать. Давайте сюда встану, чтобы он не мог, например, пройти. Так, один ход мы тут на ипподром оставляем. строительство, строительство, уже 29. Блин, вот по культуре, но слава богу, это не карта для Индонезии. Тут мне в некотором смысле повезло с соседом, но ей не повезло с местностью. Если бред это первая необходимость жизни, разведка будет ближе. так, а что у нас с верой? Я бы здесь отходил мне два хода до священного места, то есть вот этих дуболомов мне нету смысла убивать, а вот этих есть. Я думаю, что надо объявлять войну. Тут бессмысленно что-то в данном случае это мне только в плюс идет. так, ну не, это не должны убить, скаутом сюда отойдем, встанем, блин, я думал, может еще кинуть города государства в друзьях оказывается нет. Так, ипподром один ход, зашибись. И это, кстати, еще одна тяжелая кавалерия, так, на минуточку. Каждое здание в этом районе еще тяжелая кавалерия, то есть, но мне всадника все равно надо построить. А, блин, у меня ай-яй-яй. Так, сколько у меня ходов еще? Четыре. Следующим ходом появляется, обрабатываем. У меня коней нету, слушай, а может мне сандок продать коней? У нее нету. Ой, я ошибся. Хотя, может, и у Индонезии нету. Да, Индонезии тоже нету. Блин, так, мне не хватает одного очка все еще. Да, но я могу получить проапгрейдив какой-нибудь юнит до второго уровня. Вот тут лучники у меня вполне могут апнуться. давайте вот сюда отойдем. Лучники могут апнуться, скаут вряд ли. Только за второй уровень. Так, мне надо четыре хода каким-то образом что я еще могу сделать. В эпохе я следующий вышел. Великих людей взял. Даже не знаю какие еще варианты. блин, вот тут куча территорий, но нету пресной воды. Где мне там города ставить вообще? Или как мне города ставить? Я вот сейчас думаю, стоит ли мне за веру поселенцев покупать? Ну, то есть, стоит ли мне копить? Или лучше строителей? да. Так, тут скорее надо оборонительную тактику открывать. Вдруг он создание дополнительное железо дает допустим. может на железо? У меня и так 25 железа. Давайте оборонительную тактику. Блин, я что-то со всадниками простыкал, что у меня вообще нету. О! Гонконг. Но это далеко. Так, 4 очка. У меня три хода. Ну, вот железо три хода открывается, например, да? Ну, и все. Надо в теологию... А, слушайте, так мне еще монархия, извините, истори... Оу... Я вот это забыл, что тут еще госслужба. Да, так мы, конечно, очень далека. вот, тяжелая колесница за ипподром. Так, ну, наверное, тогда арену. Слушайте, а за укрепление религии не дают ли случаем? А, но я все равно не могу апостола получить. О, класс! Точно! Отлично! Все, вы видели? Мы только что обратили город за счет убийства... Боже, я тут бы должен плюс 10 вообще иметь. Ну, то есть, вот тут город обращен только что в мою религию за счет убийства юнита. Кайф. Ну, все. Я в золотом веке. Отлично. Не понял, а где юниты? Куда вы свалили? Так, стоит ли мне к этому можно ли эту чью-нибудь гадость какую-нибудь сделать? Я вот думаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Так, тут мы стоим, как и он стоит. А я сейчас получил, кстати, веру. Так ведь? Раз, два, три, четыре, пять, да. Главное, чтобы теперь этот не извергся. Тут мы стоим, пускай он меня атакует. Тут ему не хватит силы тяжелой колесницы. Ну, кайф, кстати, очень правильно я войну объявил. Так, недостаток жилья и там, и там. Тогда пока на производство переключим. вот я думаю, мне арену тут строить. Ну, тут и так плюс пять довольства. Ну, правда, плюс одна культура будет. ой, я театрал. Четыре хода до театрал. Знаете, что, мне надо тут купить рабочего и готовиться идти вот сюда вырубать камень, чтобы здесь театралку ставить. Мне нужна культура, иначе я да так буду века идти просто. Ну, раз такое дело, наверное, ну, вера мне точно, ну, блин, зачем я сейчас вера, да? О, пирамиды можно. Блин, пирамиды было бы классно, наверное. Блин, может, пирамиды построить? Вот, арена, вот, прям вот, вот сейчас мне прям арена. А арену построить, а потом театралку было бы здорово. Деньги на выкуп клетки у меня есть? нету. Ну, один ход я могу потерпеть? Один ход я могу потерпеть? Так, Никея. Что у нас тут со священным местом? Плюс два, но тут оно будет постоянно ломаться, так? Что с ипподромом? Ну, можно ипподром тут коммерческий, тут театралочку, ну, или наоборот, тут театралочку, тут, кстати, да. Я вот просто не очень понимаю, стоит ли мне прям ипподром везде бахать во всех городах, Но связка, по-моему, ипподром-театральная площадь в случае Византии очень неплохая Тем более, что ипподром еще и юнит дает сразу Причем этот юнит, вот этот, например, он не требует содержания и не требует ресурсов То есть я бы, наверное, арены оставил на тот момент, когда я в тагму выйду Чтобы я прямо сразу ставил арены, и так мы у меня появлялись Без железа, без ничего А вот ипподромы, наверное, хорошая идея поставить Но я без коммерческих районов тогда, и даже не знаю, где мне деньги брать Ладно, давайте, мне кажется, все-таки ипподром хорошая идея То есть связка ипподрома и театральной площади Так, тут мы на один ход откладываем Для того, чтобы попробовать урвать пирамиды Храм Минакши Ты знаешь, самому железо надо Хотя я бы, наверное, накопил еще два Но у меня железа мало Блин, у меня в городах довольство Хотя уже тут плюс три А было плюс пять прошлым ходом Этого не должны убивать О! Паренек С поселенцем Да, нормально, кстати Десса встала Как ни странно Блин, тут еще и этот Ну, короче, тут у нас кампус Сразу намечается на плюс три Когда-нибудь Так, тут надо выйти из-под удара Вулкана на всякий пожарный Слушайте, а у меня вообще открыто Да, со фланга открыто Хорошо Так, ну мне, несомненно, надо в арбалеты идти О, тут даже строительство не надо Странно А что вот так вот это тогда нарисовано? Да, тут, конечно, много вопросов до сих пор к интерфейсу целы Все еще много вопросов Рабочего я купил, чтобы вот тут камень убрать Так, выкупаем клетку И начинаем Очень хорошо, что произошло Не думаю, что он, конечно, может извергнуться Но я не думаю, что в ближайшее время сможет Что он будет извергаться Поэтому пирамиды, скорее всего, по 100 Хотя Конечно, вот эти ранние чудеса на божестве строить Опасное дело Так, давайте мы, наверное, вылечимся А потом я пойду сюда исследовать территорию Вообще, Эгейское море выглядит, как мое внутреннее море Может, Корея внизу что-нибудь и поставит Но пока Вот и священное место Отлично Так, давайте мы тут тоже купим строителя Вопрос Стоит ли здесь где-то ипподром Ставить Или все-таки коммерческий райончик Отложить на один ход И начать строить коммерческий райончик Ну и так, ведук вот для этого города Я еще не знаю, буду ли я его ставить Ну вообще, кстати, зря убрал Вполне возможно, что буду Потому что иначе ромашка Не получится Но Мы еще можем где-нибудь тут город поставить И вообще, как бы, вот здесь выглядит более прикольно Например, вот сюда Он без пресной воды, к сожалению Но тут просто нету нигде пресной воды Вменяемой Еще, кстати, где-нибудь вот тут неплохо То есть есть несколько вариантов Я бы даже сказал, что вот тут самый лучший вариант Потому что вот эту территорию Как бы Антиохия заберет Ну тут как бы так А вот здесь нормально Да, ну тогда тут так ведук все равно Ну давайте, ладно Если я сюда ставлю город То еще до сих пор сюда влазит Так что еще можно подумать И что же в Трапезунде Стоит ли нам в Трапезунде Откладывать или сделать ипподром таким Ну, если я тут делаю ипподром Тогда где-нибудь тут театралка может быть Ну, стоит тут Я бы все-таки один коммерческий район сделал Хотя бы один я бы поставил Так что давайте тут отложим производство Для коммерческого района Так, не должны скаута убивать Правда, если тут подошел бы лучник То вполне могли убить А вот еще одно очко, кстати Получаем Так, от дальнобойных или против укрепленных Знаете, от дальнобойных Возьмем Здесь все прокачиваем Просто кайф Вон тут город бахнул Ну, кстати Почему и нет Ставим центр коммерции Так, здесь Сначала надо улучшения убрать Конечно, жалко, что это два хода делается Ну, да ладно Так, тут мы обработали Шоколад Сколько зарядов? Три Значит, этот рабочий Ну, вряд ли я могу Выкупить себе янтарь Что вообще Планируется городом добавить? О, овец Овец планируется добавить Так Лесопилки я еще не открыл Ладно Даже не знаю Пока Мне просто пока Этот рабочий Некуда его применить Я так и знал, что сюда Видите, Индонезия Бахнет город Кстати, он тоже, скорее всего В мою религию обратится Сейчас мне надо Какой-нибудь юнит убить ему Это, конечно, классная способность В Византии Убиваете юнит Распространяете религию Это просто Просто Супер Ну, и мы выходим В следующую эпоху В Золотой век Слава Богу И на этом Я серию Закончу Напоминаю, что Спонсоры канала Продолжение Могут прямо сейчас Посмотреть Откладки сообщества Для всех остальных Оно появится завтра Византия вышла в Средневековье Как раз тогда, когда Ооо, Трипхуваны и Голландии Ой, Кореи Темные века То есть у них сейчас что-то должно И вот отвалился город, смотрите, класс Класс Но, смотрите, в отличие от Меня, у которого 40% Отвалится, у них только 10% Поэтому Сейчас, режим Великая эпоха, вот На божестве 40% Городов игроки и 10% Компьютеры Кстати, 10% у них все было по 5 или 4 Не, все равно хоть один да отвалился Скорее 3 города Слушайте, так это мне наоборот Еще даже легче, по-моему, делать Ладно, на этом все, продолжение завтра Играйте в умные игры Всем жеужики покеда Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал Это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok